Для обычного русскоязычного обывателя, посмотревшего эти кадры, для него вдруг откроется, что чеченские женщины не подают руки даже президенту России, тем более, даже президент их не может поцеловать. Владимир Владимирович, как у нас нельзя целоваться и руку подавать? Вы извините. Я скажу Рамзану сейчас. Вчера Путин провел встречу с матерьми воюющих в Украине российских командиров. И на этой встрече приняла участие мать двух братьев, Исмаила и Рустама Агуевых. Это один из них является начальником Кручеловевского РОВД, второй, ну не знаю, заместитель его может быть. В общем, я не знаю, кто из них, я путаю этих двух чуваков, они очень друг на друга похожи. И, значит, они сейчас находятся на передовой в Украине, ну они так говорят, что на передовой. Не знаю, передовая ли она на самом деле. В общем, находятся в Украине и участвуют в так называемой спецоперации. И вот их мать, Жарада Агуева, тоже приняла участие на этой встрече президента с матерьми. Очень много критики сразу, конечно же, и полилось в ее адрес. Люди с близкими мне взглядами критиковали ее, ну заслуженно, конечно же, за то, что это такой уникальный случай с Агуевой. Дело в том, что один ее сын погиб как раз от рук российской армии уже в начале нулевых, когда главнокомандующим этой армии, как и сейчас, был Владимир Путин. Двое других ее сыновей стали предателями, наоборот, перешли на сторону России, предали память этого своего брата и стали, в общем, российскими пехотинцами. Сейчас отрабатывают эту свою позицию в Украине. И, в общем, поэтому очень многие, конечно же, заслуженно критиковали Жарада Агуева, как, мол, так, одного сына похоронил, или он даже, по-моему, в безвести у них пропавший, не похороненный. Его убил как раз-таки вот этот человек Путин, с которым она сейчас встречается, и очень лестно как-то о нем отзывается. Но я хочу непопулярно сейчас выступить, и, наверное, я, наоборот, буду хвалить Жарата Агуеву, а ее есть за что похвалить. На этой встрече, когда уже все шло к завершению, и была вот эта церемония в совместной фотографии, и рукопожатие, обнималки, целовалки там с Путиным, здесь Жарата Агуева, ну, повела себя как чеченская женщина. Давайте посмотрим. На этих словах Жарата Агуева из Чечни, не торопясь, но ровно к нужной секунде, оказалась в самом центре кадра. Внимание, снимай. В тот вечер она не раз оказывалась в центре внимания. Путин при прощании каждую из своих гостей обнял. Жарата Агуева, конечно, смущаясь, сказала. Владимир Владимирович, вы извините, но у нас нельзя целовать, руку подавать. Вы извините. Я скажу Рамзану сейчас, что я вас обнимаю. У нас свои обычаи. Я знаю, знаю, знаю. Жалею я. Ну, нельзя, у нас не положено чужих мужиков обнять, руку подать. Владимир Владимирович, вы извините, но у нас нельзя целовать, руку подавать. И Путин с пониманием так сказал. Да, я знаю. Пошутил там, что типа он скажет Рамзану и так далее. Во-первых, первое, за что можно похвалить Жарата Агуеву и нужно, я считаю, это как бы там ни было при всей вот этой вот ситуации с ее детьми, неоднозначностью, ее самой личности и так далее, она все-таки повела себя в соответствии с чеченскими обычаями. Показала как бы для обычного русскоязычного обывателя, посмотревшего эти кадры, для него вдруг откроется, что чеченские женщины не подают руки даже президенту России, тем более там даже президент их не может поцеловать. Это как бы, ну, это достойно того, чтобы мы на это обратили внимание и это отметили. Но здесь есть еще более важный момент, благодаря чему она заслуживает того, чтобы мы это отметили. Дело в том, что другая чеченская женщина, Аймани Кадырова, много лет назад, она не смогла проявить вот то же самое мужество, которое проявила Жарата Агуева, и не пожать руку Путину. Мы все, наверное, с вами видели вот эти кадры после гибели Ахмата Кадырова в 2004 году, 9 мая. Супруга Ахмата Кадырова на Аймане, она, значит, на вручении героя России посмертно, она, значит, встречалась с Путиным и пожала ему руку. Она не смогла, вот, понимаете, Жарата Агуева сказала президенту, что она не может подать ему руку и тем более дать там себя поцеловать. Это требует определенного мужества, которого не хватило у Аймани Кадыровой. Поэтому я считаю, что это очень такой, ну, такой серьезный момент. И самое главное, почему на это стоит обратить внимание. Ведь это не просто мужество, проявленное перед президентом, типа не пожать руку президенту. Это очень серьезное мужество с учетом того, что ведь именно и Аймане Кадыровой, и Рамзану Кадырову наверняка этот момент очень серьезно не понравится, потому что его мать пожала руку, она не сказала ему, что это не соответствует чеченским обычаям, что не может чеченская женщина пожимать руку кому бы то ни было, мужчине. Она это не сказала, она вообще не указала на этот момент. То есть тот, кто тогда посмотрел этот репортаж, он решил, что в этом нет никаких проблем, чеченская женщина может пожимать руку мужчине. А тут Жарад Агуева, она опровергает, как бы, Аймане Кадырову и говорит, извините, говорит Владимир Владимирович, но мы, у нас нельзя целоваться, обниматься, пожимать руку, у нас этого делать нельзя. Такие обычаи, говорит Жарад, и это, и у Путина наверняка возникнет вопрос, а почему тогда Аймане Кадырова мне это не сказала, почему она пожала мне руку, понимаете, какую, осознавала она это или нет, я не знаю, но как бы там ни было, она пошла в очень серьезное противоречие с очень серьезными людьми. И это, возможно, не исключено, что может впоследствии оказаться ее фатальной такой ошибкой. А остальные моменты, я думаю, здесь комментировать даже и не стоит по поводу там ее сыновей, что они там сражаются по поводу пропавшего. Я уже до меня многие об этом сказали, очень справедливо сказали. Нам, ну я, честно говоря, абсолютно не удивлен этому шоу. Я уже вряд ли что-то могут сделать кадыровцы, матери там кадыровских представителей, и что бы меня удивило. Что бы они ни сделали, какое бы там они дно сейчас не пробили, меня это не удивит, потому что, ну, навидался я уже очень много навидался. Я столько, я видел пацана, которого за комментарий, там, сняв штаны, заставили бежать. Я видел человека, пацана также, которого на бутылку посадили за какие-то там слова. Я, ну, я просто столько всего видел, поэтому вряд ли меня уже ничем не удивишь. Поэтому, ну, меня не удивило это, что они вот сидят там, любезничают с ним, рассуждают, что это долг, что вот все наши там, ну, да, к сожалению, в такое время мы с вами живем и даже не удивляемся этому. Хотя, да, наши отцы, наверное, очень сильно бы сейчас удивились. Если бы мой отец был бы жив, но если бы в то время я бы ему что-то подобное сказал, придет время, через 20 лет будет вот так, он не поверил бы. Я уверен, что не поверил бы. Наши ушедшие тогда, наши отцы, в это бы никогда не поверили. Но мы с вами живем в это время, мы за всем этим наблюдаем. Поэтому здесь больше, наверное, удивляет, когда от них ты что-то, что-то такое достойное видишь, когда они что-то делают, вот как, например, жрата, не пожавшая руку президенту. И вот это действительно, вот здесь ты удивляешься, думаешь, ничего себе, как так? Как это она не пожала руку? Аймани же пожала, а ты не пожала, ты, получается, ты в себя очень серьезную такую опасность поставила. Это смелый шаг, не знаю, осознавала она это или нет. Как бы там ни было жерадат, ты сейчас, я думаю, в опасности, будь осторожна. Там, я думаю, ребята сейчас затаили на тебя зуб. Субтитры сделал DimaTorzok